Девушки отдыхают. Извини, черт выключили. Нам надо поговорить. У меня сейчас заседание учебного совета, потом зачет. Давай я зайду после всего. Хорошо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Тогда перестань. Мы с ней давно чужие люди. Я хочу уволиться. Мне предложили очень хорошее место. Как это уволиться? Зачем? Из Питера позвонил очень хороший папин друг. Сказал, что у него для меня на кафедре есть место. Я обещала подумать. Ты не можешь со мной так поступить. Юр. Что Юр? Я тебя прошу. Ну пойми ты. Ну не могу ее так взять и бросить. Это убьет ее. Она и так серьезно больна. Ты меня прости, пожалуйста, но мне кажется, твоя жена очень хорошо выглядит. Она отлично держится, а выглядит так. Дело же не в ней. Дело в тебе. Я же без тебя никто. Ой, я тебя прошу, не надо. Ну что, не надо? Да я умру без тебя. Погибну и зачахну. Марин. Давай подождем немного. Месяцев пять-шесть годик. Придешь сегодня? А что, сегодня пятница? Сегодня годовщина папы. Черт. Я помнил. Помнил, но как-то вылетела. Знаешь, она билеты как раз на сегодня купила в этот, в театр. Я должен пойти. Слушай, я была абсолютно уверена, что ты не забудешь. Ты же его любимый студент. М-м-м, да, был. Сейчас. Ой, здрасте. Здрасте. А Марина Александровна здесь? Да здесь, здесь, заходите. Вот ваша Марина Александровна, двоечница. Марина Александровна, я вам сегодня попозже вечером позвоню насчет учебного плана на следующий семестр. Да, конечно. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что не тут? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну? Ты только не переживай, я просто покажу. Давай. Смотри, с брюликами какие. Только мне еще кольцо нужно, ну и подвеска. Ну, чтоб полный доход. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, а эти? Девушка! Девушка! Вы телефон свой уронили, держите. А с вами все в порядке? Может, вам требуется помощь, девушка? Ты куда смотришь? Ты посмотри, с ней что-то случилось. Девушка! Пьяная она просто. Андрюш, пойдем. Пойдем, я тебе что покажу. Смотри, ты только посмотри. Да я вижу, вижу, вижу. Какое ожерелье с аметисами. Это же просто чума. Антон, я просила вас колбасы взять. Сейчас я приду. Блин, масло забыл. Сейчас я мигом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Женщина, алкоголь уже не продаем. Женщина, вы что, не слышите? Я говорю, водку не отпускаем. Время вышло. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да блин. Простите, я заплачу. Простите. Куда я теперь эту бутылку дену? Я же сказала, я заплачу. Да если я в такое время эту водку пробью, меня уволить могут. А у меня эта водка будет висеть до утра. Мне потом выговор. Хорош базарить. Вот масло пробей. Черт. Марина Логинова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты чего? Ничего. Ой-ой-ой, пойдем, пойдем. Тихо, тихо. Пойдем-то, говорю. Эй, куда? Оплатить? Антон, разберитесь, пожалуйста. Все, я заплачу. Давай. И давно ты так? Как так? А ты в курсе, что женский алкоголизм не лечится? Ну что с тобой? С папой что-то случилось? Папа умер. Сегодня годовщина. Да ты что? Ой, как жалко. Да, мировой был мужик. Ты поэтому такая? Я пойду, ладно? Я тебе завтра позвоню. Я тебя никуда не отпущу, пока ты мне все не расскажешь. Куда ты пойдешь? Посмотри, какой дождь. Мы тебя довезем. Где ты живешь? Там же на Руставелле? Антон, на Руставелле. Я вам покажу дорогу. Это просто невероятно. Столько лет прошло, а ничего не изменилось. О, я помню эту картину. А помнишь, как ты тайком от отца таскала меня сюда и к ступительным готовила? Да брось ты, готовила. Конспектами поделилась, английски подтянула. Все. Да ладно, не скромничай. Ты мне, можно сказать, тогда путевку в жизнь дала. Если бы не ты, пришлось бы мне вернуться во своей оси. А там я тебе рассказывала. Жизнь не сахар. А ты знаешь, у меня одноклассников, ну, таких нормальных, осталось человек пять. А остальные кто-то спился, кто-то сидит, кого-то убили. Это тебе не Москва. Я очень хотела, чтобы у него все было хорошо. Я ничего от него не требовала. Ни развода, ничего. Я не понимаю, за что он со мной так. Во-первых, Юрик твой козел. И, во-вторых, кстати, тоже. А в-третьих, это самое главное. Этого больше не повторится. Давай выпьем. Я не могу больше. Ну, давай выпьем за твоего отца. Хороший он был человек. Царство ему небесное. И за твою новую жизнь. Потому что старое у тебя уже закончилось. Я тебе это гарантирую. У нас с Юрой все очень сложно. Сложно? Ну, ничего. Мы завтра же все простим по максимуму. О, господи. Привет. Привет. А ты что в такую рань? Я думала, ты в это время спишь еще. Проходи. Ты что? Я вообще еще не ложилась. Мы с Мишаней сегодня тусили всю ночь. Потом приехали в 6 утра. Я приняла ванну. Туда-сюда. Слушай, я подумала. Твоя задача была не думать, а выспаться. Думать буду я. Короче, план такой. Едем сейчас к этому твоему козлу. И ты требуешь у него нормального места. Хватит уже в лаборантках сидеть. Пусть тебя трудоустраивает. Ты с ума сошла? Я не смогу. Ну, хорошо. Тогда я с ним поговорю. Да я шучу. Ну, одевайся. Давай. Давай. Ты делаешь, как я сказала. Пойдешь прямо сейчас к нему. Ой. Алло. Ой, Тамарка, привет. Очень рада тебя слышать. Да ты что, уже 80? Ну, конечно, приду. А когда? Давай. А во сколько? А с подарком что? Сколько с меня? А, ну понятно. Хорошо, ладненько, созвонимся. Давай, пока-пока. Кто это? Да, одноклассница бывшая из школы. Наша учительница 80 лет. Вот ребята хотят ей сюрприз сделать, подарок. Надо идти. Бывшие одноклассники, это круто. Да нет, ты что. Во-первых, мне не в чем. Во-вторых, они по пять тысяч скидываются, а у меня аванс только через неделю. А в-третьих, они думают, что я великим ученым стал. А я позорище. Марин, накрась губы, а? А то ты бледная, как мышь. Давай, давай. А что, мы же бывают бледными? Сколько там времени? Не, ярко. Ужас. Нормально, нормально. Да не, ну ты что, это вообще не мое. Вот, отлично, то, что нужно. Но что ты все время стесняешься? Все хорошо. Мы же с тобой договорились. Давай, давай. Да иду, иду. Ой, мамочки. Юр, Юра, стой. Нам надо поговорить. Да, да, хорошо. Давай я сегодня заеду к тебе и... А зачем? Чтобы ты опять затащил меня в постель? Ты что, правда думаешь, что я и теперь буду верить всему, что ты говоришь? И буду спать с тобой тогда, когда ты этого захочешь? Хорошо. Чего ты хочешь? Чтоб я... Здрасте. Здрасте. Чтоб я извинился? Я хочу, чтобы ты пошел к черту. Ты меня понял? Может, ты и права. Может, нам действительно пока лучше не встречаться. Скажи, а тот человек, который звонил из Питера, может, тебе стоит подумать? Нет. Я хочу жить здесь. Прости. Я хочу работать там, где работал мой отец. Я хочу защитить диссертацию, которая давным-давно уже написана, и ты прекрасно об этом знаешь. Я хочу преподавать. Здрасте. Мы это уже обсуждали. Если я сейчас начну тебе помогать, пропихивать тебя, проталкивать тебя как свою... Любовницу? Ты такой смешной. Да все и так прекрасно все знают. Все знают, что диссертацию твою написала я, потому что я тебя люблю, а ты меня использовал. Да все прекрасно об этом знают. Видимо, не все. Спасибо большое, что согласились помочь. Мне когда сказали, я даже не думала, что вы сами будете все организовывать. Да я просто здесь недалеко живу. И просто мимо ехал. Так что договорились. Мои ребята за 20 часа до ночи все вам установят и привезут. Ну, если что, звоните. Мой телефон у вас есть. Хорошо, спасибо большое. Я даже не знаю, как вас благодарить, Андрей Сергеевич. Да что вы, называйте меня просто Андреем. Счастливо. До свидания. До свидания. Саша! Что ты тебе позволяешь? Слезь с дерева немедленно! Быстро слезай давай! Да что ж такое происходит? Не понимаю я. Алло! Алло! Да! Тамара! Да! Ой! Здравствуйте! Как удачно! Вы знаете, я от Марины Александровны. От Марины Александровны? От Логиновой. А! Она просила вам передать деньги. На праздник. Да, но здесь 10, а мы по 5 собираем. Ничего много, не мало. Когда праздник будет, она просила уточнить? Ровно через неделю, в 17 часов. Хорошо. Да. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Девушка, вы как-то машину поставили, а то мне не выехать. Я сейчас уеду. Простите, пожалуйста. А вы, Марине, кем приходитесь? А я ее личная ассистентка. Всего доброго. А, до свидания. О, ты почему трубку не берешь? Ты где была? А ты знаешь, где я была? Я была в твоей школе. Я им отвалила 10 штук. Так что ты теперь в деле. Юбилей через неделю. На ночь ничего не есть. Сделаем тебе неглубокий пилинг, чтобы ты успела облезть. Ну и что-нибудь придумать. Давай я тебе помогу. Я сама не надо. Да что? Да не надо мне. Давай я тебе... Упс. Слушай, мне уже ничего не поможет. Мариша, ну не надо так. Мы все придумаем. Лика, я тебе уже сказала, что я никуда не пойду. Не нужна мне эта новая жизнь. Все, успокойся. Ты что, плачешь что ли? А что случилось? Привет. Ну чего у вас случилось? Давай рассказывай. Что прям просто взял, ушел, вещи собрал? Ай, конечно. Может ты просто драматизируешь? Ну поссорились, ну что? Шампанского хочешь? Лик, в твоей ситуации лучше не пить. Я серьезно. Ты чего? Костик! Костик! Можем начинать. Кузьмина, ты совсем оборзела? Ты за кого меня принимаешь? Ну Костик, ну пожалуйста. Ну ты же настоящий волшебник. Ну побудь добрым феем, ну сделай что-нибудь. Ну только если что-нибудь. Потому что ничего приличного из нее за два часа не получится. Значит ты Марина. Ну что встала? Клуша, марш в кресло. Лика, это что за цирк? Что вообще происходит? Смотри. У тебя совесть есть? Ну, я так понимаю, что Миша тебя не бросал. Что за цирк? Нет, Миша меня не бросал, но он меня бросит. Если Костик на меня разозлится. И вообще ты знаешь, что Костик любое лицо превращает в человеческое? Я за него счастлива. И ты знаешь, скольких он сегодня клиентов вообще оставил, чтобы быть здесь? Давай иди не зли его. Прекратите, ну что вы? Потом поговорим. Да как это не может? Ладно, дай ему трубку. Я? А что, кроме меня никто не может погрузить? Ладно, я сейчас приеду и всех уволю к чертовой матери. Все. Нет, ну ты же обещал. Но это такой бренд. Я так мечтала, что мы придем с тобой на их презентацию. Светолик, меня друг попросил, я не могу его подвезти. Ну вот так вот, правда надо. Я тебя очень прошу, ты давай, иди туда одна, а я чуть попозже туда подъеду, хорошо? Ладно? Что? Не просыпается? Да вот, Андрей Сергеевич, нажрался. Я же думал сменщика вызывать. Так тот в областью к даче подъехал, а ему часа четыре обратно. Андрей, что происходит? У нас гости скоро начнут собираться. Тамара, не переживайте, все успеем. Так, так, спокойно, лежать. Так. Давайте я вам помогу. Так, идите, откройте дверь. Что там у нас? Спасибо вам большое. Не переживайте, все успеем. Так, понятно. А вы пойдите и разбудите своего друга. И отправьте его домой. Я завтра с ним сам разберусь. Хорошо, хорошо. Ну? Все нормально. Я вам помогу сейчас. Да, спасибо. Открыть, пожалуйста, дверь. Да. Спасибо. Опа. Ты видишь, как тебе идет? Ну, Костик просто волшебник. Просто волшебник. А что ты такая высокая? Так ты мне каблуки какие дала. Я в них стою еле-еле. Непонятно, как я в них ходить буду. Стой, стой. Я сейчас тоже одену. Ой, красота. Чего-то не хватает. Подожди. Сейчас, секунду. Ага. Ты меня так утянула, я еле дышу. Дыши, дыши. Глубже. Потому что то, что ты сейчас увидишь... Что это? Смотри, когда я трема сошла. Не, ну я не... Нет, нет, нет. Ты что, ты мне хочешь дать? Нет. На один день, оно твое. Нет. Сейчас. О, тяжелое. Угу. О, как красиво. Ну, улыбнись. Ты, пожалуйста, зари мне каждые полчаса. Не волнуйся, все время улыбайся. Все хорошо. Аккуратно. Главное, улыбайся, и все. У тебя такой телефон позорный. Да ладно. Спалишься с ней. Давай поменяемся до завтра. Да ну перестань, еще телефоны меняются. Ну перестань. Давай завтра поменяемся. Вась и Милину. Марина. О, господи. Логинова ты? Вот это да. Вот это да. Привет. Привет. Боже, как хорошо, что ты пришла. А у нас как раз собрал продукты. Поздно привезли. Надо помочь на столы накрыть. Я прошу прощения. Решите пройти? Да аккуратнее вы со своими коробками. Проходите. Между прочим, я для вас стараюсь. Проходите, проходите. Девушка, вы просите меня. Вы меня не помните? Вы тогда шли по улице. Слушайте, идите, пожалуйста, куда вы шли. Идите, идите. Какая вы напористая. Девушка, скажите. Не помните меня? Не помнит она, тебя вообще не знает. Иди, пожалуйста. Господи, что же это такое? Извините, скажу. Макс. Маринка. Макс. Ну ты вообще потрясающе выглядишь. Слушай, привет. Макс, привет. Слушайте, у нас есть полчаса. Надежда Сергеевна скоро придет. У нас еще конь не валялась. Пойдемте, пожалуйста. Слушай, ну ты смотри, а. Ну надо же. Спасибо. Пойдем. Иду, иду. Я в шоке от этой школы. Марин, а ты чем сейчас занимаешься, если не секрет? А я, я представляю интересы крупного западного холдинга здесь у нас в Москве. Ну ты логина даешь. Да. Компания очень крупная, постоянно развивается. У них главный офис Берлини, но они решили наладить бизнес и здесь у нас тоже. Да, и я вот как раз возглавляю это направление. Ты слышала, Тамара? Да, с отцовской фамилией-то не сложно пробиться? И зарплата, наверное, у тебя достойная. Я вот на такую красоту только в телевизоре смотрю. Я сейчас приду на минуточку. Хорошо. ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМОМ ЯЗЫКЕ СТЕКЛА ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ О, вот ты где! От кого прячешься? А главное, почему? Да нет, я не прячусь. Ностальгия, да? Ощущение, что сейчас прозвенит звонок, и мы в 10-м классе. Надо же, какая ты стала. Да ладно. А помнишь, Пашка твою косу все время к спинке стула привязывал? Он мне еще письма любовные, между прочим, писал. В стихах, я надеюсь? Нет, в прозе. Да, тот еще ухажер был. А я на учебе была повернута, мне вообще никто не нужен был. Знаешь, ты была такая строгая, неприступная. Я даже смотрю в твою сторону. Боялся. Если б я знал, какая ты станешь. Ты чего? Фу. Прости. Не знаю, что... Слушай, а как так вышло, что мы с тобой после школы ни разу не встретились? Да не знаю. Как-то не особо стремились. Повода не было. Подумать только. А я, знаешь, думал, что мне сюда идти? Чего я здесь забыл? Ой, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Ай, черт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Папа сходил и от твоего платья, и от ожерелья. Томка вообще на меня смотрит, как на врага народа. Слушай, ну, Адам, это... Мужики-то приличные хоть есть? Ну, есть. Один. Мы с ним за одной партой сидели. Он так изменился. Такой взрослый стал. Красивый. Это тот, который на лестнице в меня врезался? Ну, ладно, пусть на свидание приглашает, что ли. Ну, знаешь, это не от меня зависит. От кого? Послушай, в отношениях с мужчиной все зависит от женщины. Надо брать быка за рога. Ты меня поняла? Тебе мужик нужен? Ну, нужен мне мужик. Ну, что же, это повод для того, чтобы кидаться, что ли, на него? О, Господи, простите, Радимал. Черт. Извини. Алло. Аппарат абонент. Это сорвалось. Ой, ты что вы... Простите, девушка. Ну, что, ну, куда я теперь в таком виде? Да не трогайте вы меня, ради бога. Девушка. Откуда вы вообще взялись с этими дурацкими тортами? Извините, не переживайте. Так это всего лишь платье. И то можно отстирать. Или купить новое. Всего лишь платье? Ну, да. Телефон разбился. А телефон тоже всего лишь. Вы не переживайте так, девушка. Хотите, я вам компенсирую ваш ущерб. Куплю вам новое платье и телефон. Слушайте, вы понятия не имеете, сколько это все стоит. У вас таких денег не было и не будет никогда. Черт. Да что ж такое? Черт. Девушка. Девушка. Прошу. Девушка, давайте я вас подвезу. Нет, нет, спасибо. Я сама. Точно? Хотела как лучше. Это куда ты такая красивая собралась одна? Садись, покатаю. Бесплатно. Спасибо большое, но меня уже везут. Хорошо, поехали. А, хорошо, только не хотите подвинуться? А. Спасибо. Поехали. Ой, ужас какой. Привет. Здравствуй, Золушка. Ну, что ты скажешь в свое оправдание? Сбежала, а туфельку не оставила. Как не стыдно. Держи. Ой, спасибо. Хорошо, Тамарка адрес оставила. Можно? Да, да, конечно, проходи. А у меня, представляешь, вон чего. О, только и всего. Ну, давай, переодевайся. И пойдем обратно. Ребята ждут. Давай, давай, давай. Ты понимаешь, я... Что? Ну, только не говори, что тебе надеть нечего. Проходи в гостиную, я сейчас. Хорошо. Да-да, давай. КОНЕЦ Легко сказать, переоденься. Во что? Ты чего? Макс, ты чего? Ты такая красивая. Ну, пожалуйста. Макс, я тебя попрошу. Послушай, ну, перестань, пожалуйста. Мне переодеться. Надо нам же в школу ехать. Да, конечно. Как скажешь. Алло, Лик, привет. Прости. Мне кажется, что так поздно. А который сейчас? Я не знаю. Часа три, наверное, ночи. Или утра. Все из городского. Прости меня, я разбила твой телефон. Но я тебе куплю новый, точно такой же. И я очень сильно испачкала твое платье, но я сдам его в самую лучшую химчистку, я тебе обещаю. Да ладно, не парься ты, Мишаня новую купит. Я просто хочу сказать тебе огромное спасибо. Я тебе так благодарна. Ты настоящая фея. Я очень-очень-очень счастлива. А что ты шепотом разговариваешь? Ты не одна, что ли? Нет. Я с ним. С чем? С этим Максом, что ли? Да ты что? Ну, ты молодец. И чего? Слушай, я не ожидала от тебя такого темпа. Ну, давай рассказывай. Вот ты где. А что ты здесь делаешь? Я тебе перезвоню. Пока. Я помощнице своей звонила. Ну, чтобы на завтра все встречи отменить, устроить выходной. Да? Молодец. Правильно? Ты мне так и не ответил. Светулька, ну, я просто не понимаю зачем. Мне вполне устраивает твоя роскошная грудь. Ну, я уже сделала все анализы. Зря, что ли. Ну, и вообще. Ну, ты хитрюга. Начала сделать фигню с силиконом, а теперь хочешь спросить у меня совета, да? Ну, не злись. Ну, это быстро и недорого. Я не собираюсь делать пятый размер. Ну, вот увидишь, тебе понравится. Да? Да. Да. Ну, хорошо. Что я должен делать? Съездить в клинику и все оплатить. Всего лишь? Угу. Хорошо. Ой, я уже на спорт опаздываю. Вот адрес клиники. Угу. И сделай все сегодня, ладненько. Хорошо, договорились. Угу. 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 Какая красота! Да. Да, бизнес классом. Два билета, да. Да, включая выходные. Включая выходные. Миша! Да, вы абсолютно правы. Готовьте, готовьте. Попозже подъеду заберу. Миша, ну почему ты не смотришь? Тебе вообще все равно, в чем я поеду. Не говори ерунды. Я был занят билетами. Сегодня выкупят. Мы что, едем в Лондон? Миша, мы едем в Лондон! Мы едем в Лондон! Я так мечтала! Ес! Ес! Кстати говоря, у нас с тобой перед отъездом будет одна важная встреча в загородном клубе. Пожалуйста, надень ожерелье, которое я тебе купил в прошлом месяце. Ожерелье? Да. Хорошо. Ой, вообще... Так, ожерелье. Продукты надо купить, а то мы с тобой с голоду помрем, да? Скажи... Спасибо. А я вчера так и не понял. А ты чем конкретно занимаешься? Да много чем. Ну, а именно... Сейчас, извини. Ага. Алло? Марина, привет. Слушай, мне нужно ожерелье прямо сегодня и прямо сейчас. Это очень важно. Да, конечно. Я сейчас приеду. Давай. Хорошо, хорошо. Жду. Собирайся. Марин! Да! Слушай, ну... А что случилось-то? Ничего не случилось. Просто возникла важная встреча. Подожди, подожди. Все в порядке? Да, да, все в порядке. Я же говорю, встреча. Точно? Заодно ожерелье в сейф отвезу. А? Так. Спасибо. Ну что, ты не исчезнешь опять, скажи? Нет, теперь нет. Я тебе позвоню. Хорошо. Простите, пожалуйста. Ну, я пойду. Пока. Что? Понимаю, ностальгия. По школе замочила, да? Слушайте, а вам не все равно? Вообще, что вы здесь делаете? Во-первых, я пришел извиниться. Во-вторых, принес вам компенсацию за ваш ущерб. Это заплате. А вот этот телефон, надеюсь, он был точно такой же, как у вас. Пожалуйста. И поверьте, Марина, ваша личная жизнь меня совершенно не интересует. Правда? Ну, тогда я тем более не вижу повода отпускать пошлые шутки на эту тему. Значит, телефон мне ваш не нужен, деньги тем более. Возьмите, пожалуйста. Нет, я опаздываю. Помогите, кто-нибудь! Помогите! О, господи! Мамочка! Да не знаю я, какого он был рост. Ну что, мне врать теперь, что ли? Пишите, как есть, гражданка. Я отдал вам форму заявления. Заполняйте. Помогите мне, пожалуйста. Это ожерелье очень дорогое. Да какое к лишему ожерелье? Вы что, принцесса какая? Или подружка-олигарха? Мне дали на время. Я понимаю. А у меня на днях лимузину угнали. И сам я арабский шейх. Под прикрытием. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Честно, найдем парнишку этого. Хорошо. Если, конечно, он наш, незалетный. А прожерели вам придется забыть. Вот так вот. О, господи! Здрасте. Марин! Лик! Привет. Привет. Ну, я не знаю, что делать. Я реально просто не знаю, что делать. Кстати. Твой телефон. Спасибо. Дай мне сутки, я что-нибудь придумаю. А что тут придумывать? И главное, он никогда не говорил мне, что надо надевать. Первый раз попросил. Ну, если я не надену это ожерелье, он меня точно бросит. Ты можешь как-то время потянуть? Наврать чего-нибудь? Я тебе клянусь, я достану это ожерелье. И телефон я тебе куплю, честно. Слушай, забудь ты про телефон. Ладно. Все. Пока. Алло, Макс, привет. Это я. У меня беда. Ты можешь прямо сейчас приехать? Это очень важно. Как украли? Ну, это... Господи, ты сама, ты, ты цела? Да я в порядке. Марин. Ты понимаешь, ужас в том, что это не мое ожерелье. Как не твое? Ты же сказала, что на прошлой неделе купила, что писк моды... Я всем врала. Я не возглавляю никакое представительство. Я до последней недели работала лаборанткой в институте. Эта квартира, это все, что у меня есть. Подожди, ты же говорила, что... Послушай, это платье, этот мобильник, это чертово ожерелье мне дала подруга, чтобы я перед вами выпендрилась. Понимаешь? Но она мне помочь хотела. Я ее так поставила. Она хотела, чтобы я как-то поувереннее себя почувствовала, чтобы я начала новую жизнь. Понимаешь? Я не могу поверить, что ты на такое способна. Марин. Макс, я клянусь, я не хотела никого обманывать. Ты... Ты как ты могла подумать, что я ты... Ты думаешь, я кто? Ты думаешь, я охотник за преданным? Ты думаешь, я твое платье и цацки купился, что ли? Нет, нет, ты что? Прости меня, пожалуйста. Черт, я... Я даже не знаю, как это назвать, Марин. Я прям как знал, что мне не надо на этот вечер идти, проклятый. Я... Ты же мне действительно понравилась, Марин. Ну, значит... Что ничего это не значит? Это значит, что я влюбился как последний дурак. Ты... Я думал, ты настоящая. А ты... Макс... Не надо, Марин, не сейчас. Извини. Мне нужно время. Я тебе позвоню. Извините. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Я пришел заплатить за операцию. Моя... Ага. Моя знакомая решила в вашей клинике увеличить грудь. Посмотрите, пожалуйста, фамилия Рыбакова. Рыбакова, да? Да. Сейчас, секунду. Рыбакова. Так. А, вот. А операцию отменили. Как это? Все-таки послушалась. А скажите, она сама отменила? Нет. Просто мы не можем провести операцию, так как ваша знакомая беременна. Как беременна? Ну, так, беременна. Дело в том, что мы провели анализы, потому что операция достаточно серьезная. Наркоз, антибиотики. Так что милости просим вас через пару лет. Беременна. С ума сойти. А, скажите, а вы ей уже сообщили об этом? Нет. Отлично, я сам ей позвоню, я обрадую. Хорошо, договорились. Спасибо вам большое. Поздравляю. Спасибо большое. Это ваш. Прости, папа. Кушай, кушай. Ты выполнил мою просьбу? А. Кушай, кушай. Светулька, я как раз хотел с тобой об этом поговорить. М? Угу. Ты не заплатил? Не получилось? О. Андрей, ну они же еще вчера просили. Я помню. Не заплатил по причине того, что операцию отменили. На каком основании? Я все анализы сдала. Да. Ты кушай, кушай. На основании того, что Света, ты беременна. Угу. И у нас будет ребенок. До этого не может быть. Может. Я видел все документы. Точно, совершенно. А какой срок? Недели три-четыре? Да. Угу. Я сделаю аборт. Светулька. Ты что, с ума сошла? Тебе легко говорить. А мне потом пеленки, распашонки. Да я еще толстая стану, как корова. Ты же меня первый бросишь. Светулька, успокойся. Я буду всегда с тобой помогать, и все будет хорошо. Правда? Ну, хорошо. Я его оставлю. Ну, только в том случае, если ты, если мы, поженимся. Свет, я согласен, но... Никаких «но». Мне нужны гарантии. Ты же хочешь этого ребенка. Ну, а я хочу в ЗАГС. Угу. Хорошо, хорошо. Желание беременной женщины для меня закон. Кушай, кушай. Вам что-нибудь показать? Можно посмотреть вот это ожерелье? Угу. Сколько оно стоит? Шестьсот тысяч. Шестьсот тысяч. Господи, это же целое состояние. А вы не подскажете, сколько может такое кольцо стоить? Сейчас позову оценщика. Сергей! Вы не подскажете, сколько такое кольцо может стоить? Ну, примерно. Тысяча десять рублей. В ломбарде дадут половину цены. Ну что? Ликусь, ты не волнуйся. Я все придумала. Я найду деньги и куплю точно такое же. Ты что, издеваешься? Ты что, думаешь, это так просто? Пошел и купил? Ты хоть догадываешься, сколько оно стоит? Я знаю. Знает она. Ты представляешь, что со мной будет, когда он узнает? Тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я смогу получить деньги? Как только будет вынесено положительное решение. А, ну что, может быть отрицательным? Просто у вас тут в брошюре написано «Кредит в день обращения». Мы никому не говорим «нет». Правильно? Все правильно, все правильно. Вы абсолютно правы. Уже сейчас вы можете рассчитывать на сумму кредита в 50 тысяч рублей. И как только банк рассмотрит ваши документы в течение двух-трех дней, мы... Нет, 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 вы меня не поняли. Мне нужны деньги прямо сегодня, сейчас. И не 50 тысяч, а 600. Вы понимаете, для такого кредита нужна справка о доходах, документы на собственность. Я понимаю. Дело в том, что я временно без работы, но у меня есть квартира. Я ведь могу ее заложить, правда? Вы знаете, вообще-то мы так не делаем. Это ипотечное кредитование, но... Подождите, а квартира оформлена на... На моего папу. Но он умер год назад. Я единственная наследница. В таком случае, я советую вам сначала привести в порядок ваши документы, потом обратиться к нам. Я думаю, что... Нет, 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 мне деньги нужны срочно. Это важно для меня. У меня на руках есть справка о смерти папы. Слушайте, давайте я просто все это расскажу вашему руководству. Конечно, но по правилам нашего банка все жалобы принимаются в письменном виде. Я вам сейчас дам адрес электронной почты, вы направите туда свое письмо, мы его рассмотрим и обязательно вам перезвоним. Слушайте, вы что, надо мной издеваетесь, что ли? Да мы пока будем переписываться, у человека рухнет жизнь. Вы вообще слышали, что я вам говорю? Я готова взять у вас деньги под любые проценты. Десять, двадцать, сто пятьдесят. Мне все равно. Вы можете пойти мне навстречу? К сожалению. К сожалению. Что, к сожалению? Что вы заладили одно и то же? К сожалению, к сожалению. Я хочу поговорить с руководством. Женщина, успокойтесь. Я спокойна. Пройдемте, пожалуйста. Нет, я никуда не пойду. Я хочу говорить с вашим начальством. Я имею на это право. Женщина, пройдемте, пожалуйста. Не кричите. Я не кричу. Я просто эмоционально разговариваю. Не трогайте вы меня. Да что вы делаете? Так, отпустите вы меня ради бога. Да что ж такое-то, а? Я просто хочу поговорить с вашим начальством. Я клиент, я имею право. Все, пропустите вы меня. Да что такое, девушка? Я вас предупреждал. Я вызываю полицию. Вызывай наряд. Секунду. Не надо никакого. Послушайте, теперь насилие такое. Послушайте, молодой человек, что здесь случилось? Это моя девушка. Мы сами с ней не разберемся. И, пожалуйста, не вызывайте полицию. Пойдем, дорогая. Спасибо. Опять вы? Куда вы меня тащите? Пойдемте. Я же вас спасаю. Отбой, Саша. И платье это тоже Лика дала. Она говорит, а куда ты с вами пойдешь позориться перед одноклассниками? И ожерелье это, и телефон, который я разбила, тоже ее. Вы только, пожалуйста, не плачьте. Кушайте. Я вообще лаборанткой работаю. Работала. Ну, пришлось уволиться. Но это не важно. Поэтому, вы же понимаете, я не ожерелье такие, не платье, в глаза не видела. Я вообще идти не хотела, если честно. Выразилась как дура. Ну, почему вы на себя наговариваете? Вы тогда очень эффектно выглядели. Я хотела кредит взять. Думаю, сейчас как-нибудь выкручусь. А там уже не важно. Но ничего у меня не получится. Я неудачница, наверное. Ничего себе. Я заплачу. Марина, успокойтесь. Разберемся в следующий раз. У меня, правда, совещания времени нет. Извините. Марина. Спасибо вам большое. Будете благодарить? И за то, что выслушали, и за пирожные, и за все. Будете благодарить, когда деньги достанем. Какие деньги? Господи, вставайте, пойдемте. Времени нет. Я потом по дороге вам все расскажу. Пойдемте. Где достанем? В каком смысле? Подождите. Спасибо большое. До свидания. Вот здесь, пожалуйста. Угу. С какой целью желаете взять кредит? Для личных целей. Понимаете, хочу жениться. Да, да. Конечно. Вашу заявку рассмотрят в течение трех дней. Нет. Так дело не пойдет. Я являюсь вип-клиентом вашего банка, поэтому деньги хотел заполучить сейчас. Конечно, конечно. Только мне нужно кое-что согласовать. Я прошу вас подождать, ну, буквально одну-две минутки. Пожалуйста. Ничего не получится. Чего вы все время улыбаетесь? Извините. Очень смешная. У вас такое заплаканное смешное лицо. У меня, знаете, в детстве была подруга. Ее звали Мусин. Так вот у нее лицо было точно такое же, как у вас сейчас, когда мы ее с пацанами во время игры назначили медсестрой. Она не хотела быть медсестрой? Конечно, нет. Она, знаете, прям боец была, рвалась в бой. Знаете, как она дралась? Один раз в глаз мне так заехала. Мама не горюй. Вот я думал, что ослепно. А я всего лишь хотел ее поцеловать в щечках, как боевого товарища. Поздравляю. Да. Ваша заявка одобрена. Как будем? Наличными или карточку оформлять? Наличными прямо сейчас. Только обратите, вот процентная... Мы в курсе. Мы разберемся. Спасибо. Касса где у нас? Вот сюда, пожалуйста. Да, прошу. Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Пожалуйста. Итак, надеюсь, ваше ожерелье не убежало. Нет. Вот оно. Отлично. Будьте добры, девушка, это ожерелье и упакуйте. Это ожерелье стоит... Я в курсе, в курсе. Пожалуйста, пересчитайте и отдайте его вот этой девушке. Марину, я, к сожалению, надо бежать. Дела. Подождите, а как я вас найду? У меня телефона даже вашего нет. Вот возьмите, пожалуйста. Моя визитка, звоните, если что. И я очень рад, что мы наконец-то решили вашу проблему. Спасибо. До свидания. СИГНАЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ Привет. Ну что? Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас, сейчас. Марина. Вот. Ожерелье. Да? Мое. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Я просто уже совсем распрощалась и с деньгами, и с машиной, и вообще совсем. Я еду в Лондон. Я еду в Лондон. Я еду в Лондон. Спасибо тебе всем, я побежала. Слушай, ну, я тебе помогу это выплатить. Сколько ты там процентов должна? Не важно. Я все тебе помогу. Только вернусь и все, все решим. Ой, как хорошо. Все, пока. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Вы, ради бога, извините, я знаю, у вас очень много работы. Я просто хотела... Вы, пожалуйста, присаживайтесь, я вас внимательно слушаю. Я хотела сказать вам спасибо лично. Вы нас так выручили тогда. Вот. Тамара, ну что вы... Сама пекла. Нет-нет, я обратно не заберу, я же так старалась. Вы знаете, я бы с удовольствием этот пирог съел вместе с вами. А я согласна. Но у меня через несколько минут очень важная встреча. А-а-а. Так что давайте это перенесем на попозже. Договорились? Можно, Андрей Сергеевич? Ты? Привет. Ты разве не уехала? А твоя помощница сказала, что ты сразу... Я практически да, должна была, но... Это я во всем виноват. И я очень рад, что Марина Александровна согласилась изменить свои планы, да? И очень рад, что Марина Александровна согласилась на это. Да? Да. Ну, отлично. Понятно. Наверное, это действительно очень важная встреча. Что ж, я не буду вам мешать. До свидания. Пока. Спасибо. Неудобно как-то получилось, ни за что обидели девушку. Представляешь? Угу. Ой, ну надо же... Хотите вот пирог, смотрите, какой вкусный. Нет, спасибо большое. Слушай, Марина, давайте... Давайте перейдем с вами на ты. И хотите, вместе пойдем пообедаем. Я знаю, здесь небольшой, уютный ресторанчик. Андрей Сергеевич? Да. Я понимаю, что я вам обязана, что вы заплатили за меня очень крупную сумму денег, но давайте так. Сразу поставим точки на «ты». Я не собираюсь из-за этого ходить с вами по ресторанам, переходить на «ты» и так далее. Марина, вы простите, но вы не так меня поняли. Да нет, прекрасно я все поняла. Я хочу, чтобы вы меня тоже поняли. Я сюда пришла исключительно для того, чтобы знать сумму, которую я ежемесячно должна вносить, чтобы расквитаться с этим чертовым кредитом. Все. Покажите мне, пожалуйста, документы, я посмотрю, что там. Да, да. Вот, пожалуйста. Прямо на первой странице, вот здесь по месяцам все. Много. Ну ничего, придется найти еще одну работу или две. Так. Слушайте. Да. А вам уборщицы не нужны в офис? Марина, вы что, насчет уборщицы серьезно? Ой, бред. Вот, идиотическая идея. Не страшно, я что-нибудь придумаю. А я обязательно все выплачу, как я обещала, вы только не волнуйтесь, хорошо? Марина, Марина, у меня есть для вас предложение получше. М? Так, прекрасно, все в сборе. Народ, прошу, рассаживаемся, время, деньги. Не будем заставлять нашу девушку ждать. Подходим. Прошу познакомиться с этой замечательной девушкой. Ее зовут Марина Александровна. Александровна, здравствуйте. И с сегодняшнего дня она будет работать в нашей компании. А вот... Преподавателем английского языка. Что? Теперь мне кажется, что это не очень хорошая идея почему-то. Все будет отлично. Прошу раздавать анкеты, Марина Александровна, и можно начинать прямо с меня. А вам тоже надо? А как же, обязательно. Хорошо. Пожалуйста, так, вам. Не надо на меня таким недовольным взглядом смотреть. Я понимаю, конец рабочего дня и так далее, и так далее. Марина Александровна, для начала всех нас протестирует, потом разделит на группу, а уж потом будут сами занятия. Правильно? Вот, прошу заполнять анкеты. Пожалуйста. А это обязательно? Конечно, обязательно. Еще вопросы есть? А сверхурочные платить будут? Особенно тебе и молоком. Давайте, заполняйте анкеты. А это вам. Прошу. Спасибо. Слушайте, я даже представить не могла, что вы умеете так здорово притворяться. Ну, на что только не пойдешь, чтобы застрять сотрудников, учить язык. Ну, так теперь на занятия придется ходить. Ну, в группе начинающих. Ну, вы знаете, ради общего дела я и не на то столько стал с собой. Ну, только завтра, прошу, не забудьте зайти в отдел кадров. Да, хорошо. А можно маленький вопрос? Хоть что-то только я вас прошу давать. Пока на русском. Вы это делаете только потому, что пожалели меня? Здрасте. Блин, Андрей, ну сколько можно? Почему ты не отвечаешь? Я тебя час уже жду. Звоню, звоню. Извините, я пойду. До свидания. Света, подождите. Марина, давайте я вас подвезу. Да нет, нет, что вы, спасибо. Я сама. Точно? Всего доброго. Да, да. Андрюш, ты чего? Мы и так уже козыревом опоздали. Нам еще цветы покупать. У меня цвет, помню. А это что за баба? Лицо какое-то знакомое. Наша новая сотрудница. Ладно, не обращай внимания. Пойдем. Пойдем, пойдем. Здрасте, теть Маша. Мороза, Бог помощи, Мариш. Теть Маша, вы слышали надо. Ой, ой, ой. Ну, Мариш, ты просто находка. Сколько себя помню, никогда не видел, чтобы так чисто в подъездах было. Теть Маша, а вы не в курсе? У нас никому помощница по дому не нужна. Если что, я могу. Мне деньги очень нужны. Если что, я и дворника могу. Вы имейте в виду. Ну, ничего, слышу, скажу. Спасибо. Эту группу слов надо выучить к следующему занятию. Мы устроим небольшую проверочную работу. Спасибо вам большое. До свидания. На сегодня все. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. Ой, вы извините, я просто не выспалась. Ничего страшного, дело житейское. Марина, а как ваш парень относится к тому, что вы в кого-то с утра до ночи? Я так понимаю, вы не только у меня работаете? Откуда вы знаете? Интуиция. Хорошая у вас интуиция. А знаете, что она мне еще подсказывает? Что у вас с вашим парнем, что-то не так. У меня нет парня, мы расстались совсем недавно. Но вот перед нашей встречей, сразу после всей этой истории с ожерельем. Ничего себе. Такое совпадение. И проблема, и расставание. А, казалось бы, наоборот, должен был поддержать. Я сама виновата. Нет, серьезно, я его обманывала. Я изображала себя непонятно что. Какую-то богатую, влиятельную даму. Ужас. А небогатая и невлиятельная сразу разонравилась? Да нет. Но его действительно задело именно то, что я ему врала. Ну, еще я почему-то решила, что он непорядочный человек, что он со мной из-за денег. Ой, да это вообще все не важно. Ну, бывают такие периоды в жизни людей, ну, решили расстаться ненадолго. Он предложил, я была не против. Так бывает. А чем дальше, тем страннее. Нет такого слова страннее. Выходит, Марина, что есть. А вот вы не думали, что все эти вещи каким-то странным образом совпали? Ну, этот роман, это расторвание, и это ваша история с ожерельем. Подождите, вы на что намекаете? Что он наводчик, что ли? Не знаю. Ну, а кто, кроме вас, мог знать, что именно в этот день, в этот день вы должны были срочным образом вернуть ожерелье вашей подруги? Ну, подруга знала, Лика. А Макс? Ну, допустим, знал. Какое это имеет значение? Слушайте, я даже думать об этом не буду. Он абсолютно здесь ни при чем. Это бред. Смешно. Не знаю. Но лишний раз бы можно было и подумать по этому поводу. Ага. Вот ты где. Здрасте. Привет. Привет. Ну что, поехали. Куда? Ну, как куда? В салон свадебный. Извини, я, правда, не могу. У меня сейчас вечером совещание. Совсем нет времени. До свидания. Это, конечно, мне очень нравится. То есть, время на разговоры у него есть. А выбрать свадебное платье будущей жене и матери своего ребенка нету лишнего времени. Свет, ну не нервничай. Правда. Ну, ты же обещал, что мы поженимся. Обещал. Ну, я же не отказываюсь. У меня, правда, сейчас нет времени. Люди ждут на совещании. Я, правда, поехал бы, но я думаю, что ты совершенно свободно можешь поехать сама в свадебный этот салон и все прекрасно без меня сделать, купить и так далее. Ну, в принципе, без тебя я, конечно, могу справиться. Вот, молодец. Я знал это. Ну, вот без денег вряд ли. Извини. Совсем закрутился. Держи. Обязательно вечером созваниваемся. Держи. Все будет хорошо. Давай. Давай, давай. Я позвоню. Да, тетя Маш. Мариш, ты вроде работу хотела. Так есть одна. И недалеко от нас трешка. Генеральная уборка требуется. Возьмешь? Здрасте. Да, да, возьмусь, конечно. Спасибо. Слушай, только им сегодня нужно убрать все. Да ремонт там закончили. Надо вымыть как следует. Работы много. Да, хорошо, я все поняла. Угу. Спасибо. Извините, я не хотел вас напугать. У вас все в порядке? Да. Вы обедали? Я просто собирался перекусить. Знаете, у меня такая дурацкая привычка. Не могу один кушать. Только в компании. Как вы? Знаете, я именно сегодня не могу. Угу. Андрей Сергеевич. Да. Вы не могли бы мне посоветовать? Могу, если вы только составите мне компанию. Иначе никак. Ну, давайте. Прошу. Девушка, а вот еще одно платье, только цвет более молочный. Попробуйте. Молочный? Вы с ума сошли? Я в нем буду как корову. Ну, правильно. Не надо молочного. Вам этот цвет гораздо больше идет. Да мне здесь вообще ничего не идет. Коровы есть. Беременная и жирная корова. Ну, что вы говорите? Ничего ж не видно. Ну, не видно? Да вон, вон. Все как на барабане. Ну, может, тогда на размер больше? Да это мой размер вообще-то. И всю жизнь им был. А это всего лишь второй месяц. Что же дальше? Жизнь в стиле бегемота. Девушка, девушка, девушка. Спасибо. Так что же такого могло случиться, что такая красивая и умная женщина так долго засиделась в лаборантах? Да это неинтересно. Зря вы так думаете. Мне все, что с вами связано, очень даже интересно. И вообще, Марина, давайте с вами перейдем на ты. Ну, давай попробуем. Отлично. У вас здорово получается. Итак, я слушаю. Какая у тебя проблема? Я не могу найти Максима. Телефон у него заблокирован. И у меня такое ощущение, что с ним что-то нехорошее произошло. Я даже не знаю, чем я могу помочь. Я этого Максима видел пару раз. Я понимаю. Ну, просто я подумала, может быть, у тебя есть какие-то связи? Может быть, ты в курсе, что в таких ситуациях делают? Следователя в частном порядке нанимают, обращаются в детективное агентство. Но вдруг... Я попробую, но не обещаю. Нет, ну если это трудно, то не стоит. Я постараюсь. Спасибо. Евгений Николаевич. Здравствуйте, Светочка. Здравствуйте. Я ожидал вас увидеть только через неделю. Что-то случилось? Случилось. Боли? Нет. Но мне плохо. И еще я растолстела. Взру как лошадь. А от любимых духов меня тошнит. Ну, не беспокойтесь, Светочка. Это пройдет. Вы еще потом будете смеяться, что так переживали. Когда ребеночек родится, вы... Вот об этом я и хотела с вами поговорить. Я хочу сделать аборт. А вы уверены? Да. На сто процентов. Ну, здрасте. Как успехи? Хорошо. Я уж практически закончила. Держи. Мы на три договаривались. Бери, сколько дают. Что значит, сколько дают? Мы договаривались на три тысячи. Здесь большой объем работы. Я рассчитывала на эти деньги. Ммм. Ну, вот какое дело. Да плачу за поцелуй. Ты что, обалдел, что ли? Ой, смотри-ка. Принцесса какая. Кто бы еще предложил? Ты хоть объясни. И зачем тебе тип этот? Да есть одна мыслишка. Понимаешь, уж больно странным образом кое-что совпало. Понимаешь? Давай-ка, Алисе. Понравилась жертва грабежа? Чем же она тебя зацепила? Что ты аж в сыщики частные подался? Мм? Так я знал, что ты спросишь. Там ничего личного. Просто хочу выяснить кое-что. Между прочим, кстати, я скоро женюсь. Но она другой. О, как. Угу. Поздравляю. Спасибо. Товарищ майор, вот адрес. Свободен. Спасибо вам. Ну что, очень ты меня выручил, Леша. Спасибо тебе. На свадьбу-то позовешь? А как же обижаешь. Обязательно позову. Ну давай, всех благ. Ага. Благодарю еще раз. Андрей Сергеевич, здрасте. Привет. Привет. Ты, 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 забывай все время. Ты чего? Проходи, раздевайся. А что-то случилось? Чай, кофе, может быть? Да нет, спасибо. Ну проходи, проходи. А, ты что-то про Макса узнал? Просто я у Томки спрашивала. И адрес, и все. У нее вообще все адреса наших ребят есть. Но она сказала, что он столько раз переезжал, что найти его просто нереально. А я прям чувствую, что с ним что-то случилось. Мариночка, я думаю, что ты сильно преувеличиваешь. Ты что-то знаешь? Ну, что ты молчишь? Честно сказать, пока нет. Но как только узнаю, сразу скажу. Марино. Как ничего не знаешь? Подожди, а зачем тогда ты пришел? Погоди, погоди. А зачем ты все время делаешь так, чтобы я поверила, что Макс какая-то редкая сволочь? Зачем тебе это надо? Для того, чтобы в постель меня затащить. Господи. Как банально. Выслушай меня. Уходи, пожалуйста. Я тебя прошу. Ты что, решил, что если ты мне помог, я теперь натуры, что ли, отрабатывать буду? У тебя совесть вообще есть? Марина, что ты несешь? Уходи, пожалуйста. Марина. Здрасте. Здрасте. Могу предложить три тысячи. Ну, хорошо, давайте. О, привет. Здравствуйте. Здрасте. Хорошо, что вы пришли. Я как раз перед вами хотел извиниться за вчерашнее. А я не за извинениями пришла, а для того, чтобы уволиться. Только вы не переживайте, я весь кредит вам полностью выплачу. Вот первый внос. Пересчитайте, пожалуйста. Хорошо. Поступайте, как знаете. Ладно. Послушайте, у вас невеста, у вас ребенок скоро родится. Вы о них подумайте, а меня оставьте в покое. Марина! Марина! Марина, да постойте же! Что? Вот, адрес вашего Максима. Держите. Марина, погодите. И, знаете, вы абсолютно правы. Занимайтесь своими проблемами сами. Прощайте. Здравствуйте, я просила, вы к кому? Вы к кому? Максим! Ага. Максим, ты тут к тебе? Да, дорогая, выходим? Да. Девушка, а вы кому простите? Вам что нужно? Дорогая, подожди, я сейчас разберусь. Максим! Да, я Максим, а вы кто, я вас не знаю, простите. Правда? Ну, тогда мы сейчас познакомимся. Эй, женщина! Не трогай меня! Девушка, я не знаю, что он вам наплел. Вообще, он большой артист. Он для меня тоже целый спектакль разограждал. Я не понимаю, что происходит. Но вы, пожалуйста, имейте в виду, что это ожерелье? Оно краденое. И если вы мне его не вернете, я займу на вас в полицию. Бред какой-то. Господи, какая же я дура. Слушай, между нами ничего не было. Я ее вообще впервые вижу. Посмотри, как можно влюбиться в такое чучело. Вик, ну, давай во всем спокойно разберемся. Слушай, я поняла, в какие ты командировки ездил. И почему он звонки нет? Нет, подожди, я тебе говорю про... Вика, ну, подожди. Надь, зайдите ко мне, пожалуйста. Да? Скажите, Светлана не захотела сегодня? Нет. И не звонила? Нет. Ага, странно как. Вы это, пожалуйста, позвоните во все эти заведения, куда она обычно ходит. Педикюр, маникюр и сообщите мне, хорошо? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Да? Андрей Сергеевич? Да, слушаю. Из перинатального центра беспокоит. В контракте указан ваш номер телефона для связи в случае непредвиденных обстоятельств. Что-то со Светой, и оно у вас? Не волнуйтесь, операция прошла успешно. Какая операция? По прерыванию беременности. Я как раз по этому поводу. Ваша супруга оплатила операцию, но мы не внесли в счет пребывания в стационаре. Надо будет оплатить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Надя, не надо никого искать. Вика, Вика, ну подожди, не бари горячку. Вик, ну постой. Давай поговорим. Я тебя прошу, дай мне шанс. Виктория. Вик, ну не надо. Ну, Вик, ну постой. Любовь, говоришь? Да с тобой же можно спать только ради денег. Ты же ничтожество. Пустышка. Я б на тебя даже не посмотрел, если б не это жерелье проклятое. Господи. Как же я так попался-то, а? А жерелье твое такая же фальшивка, как и ты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я хочу знать только одно. Зачем ты это сделала? У меня была угроза. И анализы пришли очень плохие. Поэтому я... Да я бы потом тебе все рассказала. Перестань врать. Скажи мне только правду. Даже если она мне не понравится. Скажи мне правду. Ну хорошо. Ну, ты пойми, ну это моя свадьба. Это самое главное событие в жизни любой девушки. Я хотела, чтобы она была самая-самая, понимаешь? Зачем тебе ребенок помешал? Да он все портил. Все должны были умереть от зависти. Да или, по крайней мере, грохнуться в обморок. Я не могла этого допустить. Андрюш, ну... Да это может подождать. Ну... Ну мы же такие молодые. Ну... Будут у нас еще дети. Ну давай немножко поживем для себя. Андрюш, ну что ты себе накручиваешь? Ну правда, ну... Да передавай операцию, Андрюш. Ну... И прошло у меня все хорошо. Да господи, ну если тебе так хочется... Через полгода, сказали, уже можно опять заводить. Андрюш! Андрюш! Здравствуйте. Здравствуйте. Опять вы? Давайте завтра. Мы через пять минут закрываем. Я вас буквально на минуточку задержу. Посмотрите, пожалуйста, фальшивое оно или настоящее. Ну хорошо. Ну что? Подделка. Качественная, но подделка. С вас двести рублей. Что? А! Да, сейчас. Спасибо. Мукин, ты? Входи, входи, не стесняйся. Том, это я. Привет. Проходи. Не ожидала тебя здесь увидеть. Ты прости, что отвлекаю. Я буквально на минуточку. Я ищу работу по специальности. Подожди, а та компания, в которой ты работаешь, она... Да нет, никакой кампании не было никогда, я с дурой решила выпендриться перед вами и все это наврала. Я понимаю глупая ситуация и я представляю, что ты обо мне теперь думаешь. Я пойму, если ты откажешь, тем более сейчас разгар учебного года. Ты права, у нас никаких вакансий нет. Дай, пожалуйста, ручку. Ты если услышишь, ну где-нибудь, мало ли, что нужен педагог, ты меня набери, пожалуйста, хорошо? Да, конечно. Спасибо тебе большое за понимание. Подожди. Мы с Людмилой Михайловной давно вынашиваем план факультатив для первоклассчик. Полчаса, два раза в неделю. У них английского в программе нет, но родители уж очень настаивают. Ну, правда, я не знаю, может быть, это не твой уровень. Ты смеешься? Не мой уровень. Спасибо. Да не за что. Алло. Друг, Леша, привет. Как дела? Здорово, Андрюх. Я что звалю-то? Ты помнишь типа твоего? Ну, адрес мы его тебе пробивали. Помню, конечно. А что? Он тут у нас засветился случайно. По другому делу. Брачный аферист, прикинь? Прав ты оказался насчет подозрений. Может, к нам пойдешь следаком, а? Аферист, говоришь? Значит, никакой любви там не было? Да у него 14 эпизодов за последний год. Это только те, кто в полицию обращался. Так что твоей знакомой еще повезло. Могла и без квартиры остаться. Угу. Спасибо, Леша, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как уж тебе сказать, но оно ненастоящее. Ненастоящее? Как это? Я к оценщику его носила. Он сказал, что оно фальшивое. Представляешь? Фальшивое? То есть? Он мне фальшивку подкинул? А я из-за этого ожерелье чуть с ума не сошла. А он... Ну, я его настрою. Давай так, ты мне сначала настоящее вернешь, а потом делай с своей Мишей что хочешь. Можно я прямо сейчас приеду? Ну, конечно, приезжай. Все, еду. Пока. Здрасте. Ой, здрасте. Вы из агентства, да? Нет, Миша. Марина моя подруга. Садись, Марин. Мы просто двуноработницу ищем, и он подумал... Миша, развлеки, пожалуйста, Марину, а я пока переоденусь. Давай я сумку в коридор поставлю. Да давай, ты что в нее так цепилась? Да. Не знаю. Здрасте. Может быть, там чай, кофе? Давайте чай. Чай. Чай, чай. Вы давно ведь с Ликой знакомы, да? Ну, да. Да, прилично. Она вам разве не рассказывала? Говорила. Да. У вас бизнес свой? Ну, да. Да, бизнес, фирма. Лика! Ну, где ты там? А? Иду. Ты же вроде переодеваться пошла. Ой, я передумала. Марина, это тебе. Подарочек из Лондона. Спасибо. Ну, давайте чай пить. Не-не, я пойду. Я же буквально на минутку сбегала. Ну, Мария. Спасибо. До свидания. До свидания. Что? Сумку забыла. Ой, сумка, да. К сожалению, у нас такие правила. Ну, неужели вы не узнаете свой товар? Ожерелье наше и вас я помню. Но мы обратно не принимаем. Послушайте, я раньше никогда драгоценности не покупала. Я не знала, что у вас такие правила. Мне очень нужны деньги. У меня кредит большой. Ну, я правда не могу. Я не имею права. Есть один вариант. Можно сдать скупку. Но всю сумму они, конечно, не выплатят. Максимум две трети. А то и меньше. Ужас. Где же я остальные-то возьму? Ну, к сожалению, это все, что я могу вам предложить. Очень жаль. Вы к Андрею Сергеевичу? Да. А его нет. И сегодня не будет. До свидания. До свидания. Вы знаете, он мне очень нужен. Вы не подскажете, где его найти? Нет. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Вы почему на мои звонки не отвечаете? Я вас целый день ищу. Ну, потерпевшая. Что надо? Вообще-то я хотела извиниться перед вами. У вас что-то случилось? Не ваше дело. Ну, если честно, мне не интересно. Угу. Вот, я принесла вам ожерелье. В ювелирном. В ювелирном у меня его не принимают. Мне оно ни к чему. А вы невеста своей можете подарить. Это дело пока может подождать. Что? Что-что. Ничего. Принесли. Валите отсюда. Почему вы со мной так разговариваете? У меня плохое настроение. Ничего личного. Я просто никого не хочу видеть. Достаточно объяснений? Ну, я, в общем-то, тоже не в восторге от нашей встречи. До свидания. Доброе утро. Доброе утро. Да. Алло, Андрей? Подожди секунду. Ты? Ты чего? Значит, ты чего? Нет, я клянусь тебе, нет. Больно. Алло. Если деньги найдешь, будет еще больнее, понятно? Ты же знаешь, что у меня нет денег. Найдешь, займешь. Кредит возьмешь. Хотя кто тебе даст. Марина. Марина. Алло. Чего ты разлеглась? Вставай. Давай, ищи хоть что-то ей здесь. Хоть что-то папа тебе оставил, а? Таски, деньги. Ненавижу тебя. Все из-за тебя, пока с тобой не связался, все как по маслу шло. Все из-за этого жарели, дурацкого. Ненавижу. Ты как? Ты как? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бой я тебе? Это да ерунда, свадьба заживет. Главное, что с тобой все в порядке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, дружил! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Осторожно. Ой, извини. Если б не ты, мы б за ним еще сто лет бы гонялись. Может, подвезти все-таки? Да нет, спасибо, я здесь недалеко живу. Спасибо большое. Ну, бывай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подожди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И вообще в шашу-то не могли лепестка на Росполу посыпать. Тетка, это вообще ужас. Шампанское какое-то. Давай, давай сюда подъезжай. Да, 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 да. Так, давайте, давайте по сторонам. Вот так вот так. Поздравляем! Спасибо. Поздравляем! Спасибо. Поздравляем! Поздравляем! Спасибо! Поздравляем! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ